Главная городская елка в этом году пройдет не в сквере Держинского, а в парке 30-летия в ЛКСМ. Спустя 10 лет мероприятие вновь проведут в центральном месте отдыха Омска. На что можно будет посмотреть и когда состоится открытие елки, знает наша съемочная группа. Центральной фигурой в парке 30-летия теперь будет фонтан. И несмотря на то, что установка еще ведется, воды он уже полон, застывший. На главное сооружение ушла сотня кубометров льда из озера, так как в отличие от речного он прозрачный. Лучше будет отражать иллюминацию, имитирующую струи. Как и в сквере Держинского фонтан будет светодиодным. На этой площадке кирпичи не красные, с голубым оттенком. Весь городок из ледяного материала. Каменщик Дмитрий собирает лабиринт. Высокие стены будут ледяные, по которым будет интересно детям и взрослым, наверное, тоже. Насколько он будет запутанный? Ну, достаточно сложный. Достаточно сложный, но, думаю, никто не потеряется. Проект, проект, он согласовывается с администрацией, согласовывается. Проходит конкурсный отбор. И уже нам дают, мы изготавливаем по чертежу. Это единственная стройка, на которой можно находиться детям. Четырехлетняя Яна уже катается с горки. Посмотрели, какая горка, как саночки сказочные такие. И вон там горочки такие ледяные, красивые. Дед Мороз со снегурочкой очень красиво. 12 горок, скульптуры Деда Мороза, снегурочки, символа года, обезьяны, фонтан. Проект похож на тот, что был сделан в прошлом году в сквере Дзержинского. И все же на главной елке этого года будет своя атмосфера. Именно потому, что праздник перенесли в парк. Работать он будет все новогодние каникулы. У нас работают 10 аттракционов. Мы будем запускать это в праздники для того, чтобы можно было отдохнуть. Но это при температуре до минус 10. Посетители, чтобы понимали и знали, куда можно приходить. Плюс прокат на собаках, прокат на лошадях. Будет работать веревочный парк у нас, тот, который экстрим парк. Будет работать пункты питания, где можно зайти, согреться, чашечку кофе выпить. Сейчас в парке осталась в основном работа для художников. Они вырезают орнаменты на сооружениях. Рабочие развесят иллюминацию. На днях соберут главную городскую красавицу. Состоять она будет из 240 елок, привезенных из города и Большеречи. Открытие 25 декабря. Светлана Урванцева, Артем Колесников, Антенна 7.